привет всем худеющим вы обладатели самой заветной цели избавиться от личной жировой прослойки которая покрывает ваше шикарное тело сегодня вас ждет эффективная кардио тренировка и упражнение которые я вам покажу сегодня я сделала немножко другой форме и также вас ждут различные советы по поводу того как сделать вашу кардио тренировку еще эффективнее как необходимо сочетать кардио нагрузку с вашим питанием что происходит с вашим организмом во время такого физического стресса и наконец-то как добиться результата сегодня на моем примере мы будем следить со сожженными калориями во время тренировки с помощью вот такого фитнес-браслета хилби губи именно он будет показывать мне и вам что будет происходить с моим организмом во время тренировки тем более мне многие писали таня как узнать сколько сжигается калорий во время тренировки так что давайте узнаем вместе наверняка многие из вас знают обмене веществ обмен веществ это то количество калорий которое необходимо вам для вашего организма для нормальной и жизнедеятельности просто чтобы ваш организм работал конечно же с утра я встала заправила кровать пошла в ванну и собралась оделась пришла сюда в парк и на это все потребовались какие-то калории то есть энергия и вот мой браслет показывает мне что на данный момент пока я сижу и разговариваю с самого утра я потратила 123 калорий и они будут насчитываться потому что я сейчас сижу ничего не делаю но мой организм в то же время работает но также я еще сделала небольшой перекус в виде банана и йогурта это не стоило 283 калорий то есть очень интересный подсчет он очень необходим для худеющих так вот чтобы понять сколько калорий я потратила на тренировки я просто вычту финальные данные на момент окончания кардио тренировки от имеющихся на данный момент мне кажется все очень просто и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если бы вы знали, сколько раз я слышала, что нельзя пить воду во время тренировки, тем более от тренировок. Кстати, если сейчас посмотреть на мой уровень гидротации, то можно заметить, что мой организм испытывает резкую нехватку жидкости в организме. Он просто требует воды. Все дело в том, что во время тренировки жидкость из организма выходит в виде пота и кровоснабжение ваших мышц также увеличивается. Поэтому во время тренировки, неважно какой, кардио или силовой, каждые 15 минут делайте пару глотков обычной чистой воды. Со временем уровень гидротации вашего водного баланса станет в норму и вы не будете чувствовать себя обезвоженными. И давайте, пожалуйста, будем с вами пить достаточное количество воды, ведь это очень важно для вашего здоровья, да и похудения тоже. На самом деле, очень просто рассчитать норму воды в сутки, умножьте ваш вес на 30 мл чистой воды. Воды, пожалуйста, не чая, не напитков, а именно чистой воды. И вы получите норму в литрах, которую необходимо выпивать за сутки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем удачи! Пока-пока!